Так, ну чё, начинаем? Сначала давайте определимся, как по уровню голоса музыки, всё ли хорошо. Но вообще я настроек не менял абсолютно, поэтому вдруг, ну мало ли что. Скажите, нормально ли меня слышно, нормально ли относительно меня слышно музыку? Ну, чтобы музыка меня не перебивала, так легонько на фоне висело и показывалось. Первый момент. Второй момент, это ещё раз напомню для тех, кто вновь пришёл недавно. У меня дропается инет, Wi-Fi точнее, и поэтому стрим может пропадать. Если стрим пропал на несколько секунд, и вы что-то пропустили важное, в наушниках шикарно, отлично. Если вдруг стрим попал, и вы пропустили что-то важное, сразу пишите в чат. Вот, я без проблем вернусь, расскажу, объясню, как бы вообще без проблем. Второй момент. Третий момент, стрим будет поделён на две части. Примерно посерединке мы сделаем перерыв, чтобы у вас было время куда-то сходить по своим делам, и продолжим дальше. И, соответственно, за счёт этого, стрим будет поделён на две части, потому что две различные темы будут. Они небольшие, но в итоге хороший стрим получится. По времени, я имею в виду. И посередине будет перерывчик небольшой, пятиминутный, буквально там, трёх-пятиминутный, поэтому у вас будет время куда-то сходить. И на ютубе появятся два видео, два различных, по разным тематикам. Так, ну вроде всё нормально, поэтому поехали. Начинаем нашу лекцию. Что у нас вообще сегодня по плану? Мы сегодня рассматриваем книгу из серии You Don't Know.js под названием The Decent Logic Prototypes. Но, на самом деле, эта книга настолько объёмная, и в ней невероятно много информации, что мы за один урок просто её не осилим. Вообще никак. Это очень много времени. Часа, наверное, 4-5 уйдёт на то, чтобы всю эту книгу осветить. Поэтому сегодня мы разбираем половину книги. Три первых части. Это this or that. Оставим точки над и. И объекты. Первая часть посвящена ключевому слову this. То есть контекст. Контекст исполнения функции. Это такая очень важная вещь, которую нужно понимать. Потому что она используется везде. Вот если вы пишете на JavaScript, вы наверняка встречали ключевое слово this на каждом шагу. Вот вы пишете тут this, там this. Но, возможно, не у всех. Здравствуйте. Привет всем. Привет, Осколок. Привет всем, кто подключился. Но не у всех есть понимание, что такое this. Что такое ключевое слово this, и откуда оно вообще берётся, и как им пользоваться. This — это контекст исполнения данной функции. И как с ним работать, как он определяется. Можно найти. Можно узнать. И можно понять. Этим мы сейчас и займёмся. И вторая сегодняшняя такая подтема — это объекты. Мы рассмотрим немножко объекты, приблизимся к объектам. Приблизимся к объектам, и это будет такая, скажем, вступительная лекция перед следующей большой глобальной такой темой прототипное наследование в JavaScript, и вообще наследование в JavaScript. Как оно производится, как это делается, и почему всё как не у людей. Потому что очень многие ругают JavaScript по этому поводу. И мы это рассмотрим, но не сегодня. Сегодня только контекст исполнения и объекты. Так, всем привет. Что там? Да, ссылочку у тебя островоид скинул в чат. Ссылку на сайт проекта. Там найдёшь YouTube. Начинаем. Что такое слово? Ключевое слово this. Вообще, this — это один из самых запутанных механизмов в JavaScript. Если вы начинаете программировать и ещё не сильно программируете хорошо на JavaScript, возможно, вы не знаете, откуда берётся this и что это такое. Сегодня мы это разберём. Это очень сбивающий механизм, и, возможно, для многих станет некоторые моменты откровением. Для многих, конечно, кто умеет уже программировать, тут, возможно, что-то новенькое найдёт. Но посмотрим, я не уверен. This — это специальное ключевое слово, которое автоматически определяется внутри пространства имён каждой функции. Абсолютно каждой. И при каждом вызове функции. Здесь важно понять то, что this определяется для каждой функции и при каждом вызове. То есть на каждый вызов функции определяется this не один раз, а каждый раз. Это запомните? Ну, мы к этому ещё вернёмся. Вот давайте небольшой пример разберём. Просто такая затравочка, скажем. Как работает this? Например, у нас есть две функции. Очень простые. Первая функция — identify, которая просто делает this name to uppercase. То есть у this берётся поле name и приводится его к верхнему регистру. Есть функция speak, которая генерирует строчку, там, hello, I am, и вызывается identify функция. И выводится всё это в консоль. Две простые функции. Вот только здесь используется this, и здесь вот какая-то call, и тоже используется this. Непонятно, что это такое. Непонятно, как это работает. Потом мы создаём два объекта. Объект я и объект ты. У нас разные будут имена. Имя Kyle и имя Reader. И потом вызываем некоторые функции. Функцию identify. Точнее, не функцию, а identify. Мы вызываем функцию call у объекта identify и передаём me. И здесь также передаём you. И из-за этого наша функция identify ведёт себя по-разному и выдаёт разные результаты. И также функция speak выдаёт разные результаты. Если вы ничего не поняли, это нормально. Можете не переживать абсолютно нисколько, потому что вот это всё мы сейчас очень подробно разжуём. Очень, очень хорошо и подробно разжуём. Если вы не поняли, это нормально. Если поняли, отлично. Наш пример можно было переделать по-другому. К примеру, просто создать функцию и передать в неё контекст. Очень легко, передать контекст. Вот наша функция speak, вот контекст. И дальше мы используем identify, передаём контекст. И наш контекст используется как контекст, поле name, to uppercase. Очень легко и просто. Что мы делаем? Наш объект, у нас есть объект me in you, как из прошлого примера, тот же самый. И мы просто передаём наш контекст внутри функции. То есть, identify you или speak me. И он у нас вводит результат обработки нашего кода, соответственно. В зависимости от контекста, мы можем просто передавать различные объекты. И различные объекты передаём, различный вывод получаем. То есть, мы как бы не понимаем, что такое this. Но мы взяли и использовали контекст в этом случае. И, по сути, мы решили проблему. Но решили её некрасиво. Непонимание this. Для того, чтобы понять, как this работает, давайте сначала окунёмся в bad practice, как называется. То есть, плохие практики. Как люди программируют и как иногда новички используют this. Как они думают, что такое this. И как они неправильно с ним обращаются. Такое бывает на самом деле. И я сам, с каким-то моментом я сам встречался, когда только-только-только-только-только начинал писать на jQuery простенькие там какие-то скрипты. Типа, показать кнопку, убрать кнопку. Что-то такое. Я совершенно не понимал и совершенно думал про другое. Поэтому нам нужно сначала понять неправильные контексты. Неправильное понимание this. Во-первых, некоторые думают, что this указывает на текущий scope. На текущий scope. Что такое scope? Если вы не понимаете, что такое scope, то мы разбирали это в прошлой лекции. Вы можете найти на YouTube. YouTube канал, если вы на стриме смотрите, то YouTube канал найдёте в описании стрима. Там есть сайт проекта. Если вы смотрите на YouTube, то просто посмотрите предыдущее видео. Лекцию первую про scope and closures. И второе непонимание это this указывает на саму функцию, которая выполняется. Так вот эти два понимания абсолютно неверные. Давайте примерно ошибочные концепции, связанные с this. К примеру, this указывает на текущий scope. Что здесь неправильного? Допустим, у нас есть функция foo. Ей передаётся какой-то аргумент x и что-то выполняется. Мы выполняем функцию с аргументом 12. Потом делаем ещё какую-то функцию, вызываем doSomething. С переменной x передаём её x. Она всё нормально срабатывает. И так как this указывает на текущий scope, то, исходя из этого утверждения, можно сделать this x. То есть обратиться x к переменной x через this, сделать что-то там, doSomething произвести. Но на самом деле такое не работает. Нельзя получить x через this, потому что this не указывает на scope. Мы пытаемся получить, но это так не сработает. Мы не получим этот самый this, этот самый x вот таким методом. Это неправильно. Так делать нельзя. Ещё одна неправильная концепция – это то, что this указывает на функцию, которая сейчас выполняется. И, например, какой вообще какой это может быть смысл? Есть достаточно хорошее объяснение этому. Допустим, это recursion или unbind после выполнения. Например, у нас есть функция foo. Она что-то сделала, и мы потом сделали this y. То есть рекурсивно вызвали саму себя. Так-то логично всё. Всё логично, всё нормально. Но так не работает. This сама на себя не указывает. Это неверно. Так делать нельзя. Такой recursивный вызов не работает. Потом посмотрим, как это работает. Или, например, мы взяли какой-то элемент example у себя из дома. Вот он у нас, элемент example. Потом повесили обработчик события onClick. AtEventListener. И вот эта функция при клике на элемент будет вызываться. Но мы хотим... На Twitch Stream есть? Да, на Twitch Stream есть. Всем привет. И мы хотим, чтобы при клике на этот элемент у нас вызывалась данная функция. Но вызывалась она, чтобы один раз, второй раз вызов не происходил. Поэтому мы берём при клике, что-то там делаем, что нам необходимо. И потом делаем RemoveEventListener. То есть удаляем себя из лиснеров. И при этом указываем this, как будто на саму функцию. Что нужно удалить из лиснеров? Нашу функцию. То есть вот указываем this. Передаём this. Но это не работает, потому что this не указывает на функцию, которая сейчас выполняется. Это неверно. Так делать нельзя. Поэтому такой unbind не сработает. Чтобы this указывало на функцию, если бы this указывал на функцию, мы бы могли хранить ей некоторые значения. Давайте разберём некоторые примеры. Вот у нас есть функция full. Да? Отлично. Мы в этой функции full хотели бы подсчитывать, сколько раз она запустилась. То есть мы запускаем пять раз функцию. И у нас есть count, не объект count, а переменный count, который каждый раз инкрементируется. При каждом вызове функции инкрементируется. И мы так можем через какое-то время узнать, сколько раз вызвалась функция full. Для этого мы делаем this count++, то есть инкремент. В самом начале мы просто задаём count равен нулю и делаем цикл. Вот он наш цикл. Цикл в десять итераций, но из-за вот этого вот условия функция full выполняется всего лишь четыре раза. Вот что нам покажет консоль лог после выполнения цикла. Вот эта вот консоль лог нам будет выводить сообщение. И соответственно он покажет нам full6, full7, 8 и 9 и так далее. Потом мы захотим проверить, сколько же раз выполнилась данная функция. Берём и выводим fullcount, а он у нас равен нулю. То есть это не работает. Такое не работает. Fullcount опять остался равен нулю. То есть он не изменился абсолютно никак. Как он был вот здесь у нас ноль. Потом после цикла мы его вызвали, он так ноль у нас и получился. Так и стал нулём. Остался точнее нулём. Что же произошло? Если мы не меняли переменную fullcount, что тогда же вообще поменялось? На самом деле появилась одна глобальная переменная. Серьёзно, появилась глобальная переменная. Ну, если мы будем дотошными, сильно дотошными, то не глобальная переменная, а свойства count у глобального объекта. В нашем случае это windowcount. Ну, если мы в браузере запускаем. Ну, чтобы нам очень просто всё это, ну, все сложности, скажем так, обросить, другие, которые нам сейчас не нужны, можно думать, что появилась глобальная переменная. И эта глобальная переменная имеет значение none. И как это вообще произошло, это мы сейчас рассмотрим. LuckyDemon, привет. Привет-привет всем ребят, кто подсоединяется на стрим. Как это произошло, мы узнаем сейчас. То есть, fullcount у нас не изменился, но на самом деле появилась глобальная переменная count. А почему она произошла, сейчас мы узнаем. Для начала давайте сделаем предыдущий пример работающим. Мы как-то должны обойти вот это непонимание this и сделать предыдущий пример, чтобы он работал. Для этого давайте создадим объект data, просто объект, у которого поле count есть. Всё, больше ничего. И функция fullcount будет работать, она просто будет изменять count у объекта data. То есть, она не будет у себя самого изменять. Она будет изменять count именно у какого-то стороннего внешнего объекта. Что же при этом будет? При этом, соответственно, цикл обработает и всё нормально. Мы можем потом вывести data или data count, как мы захотим, и использовать его дальше. И он покажет наш реальный показатель. То есть, в 4 раза. В 4 раза вызвалась функция. Это нормально. Ещё один способ. Вместо this использовать full. То есть, непосредственно сам указатель на функцию. То есть, непосредственно саму функцию. Если мы здесь fullcount 0 делали, то мы здесь можем сделать fullcount++. Просто ссылаемся на саму функцию. И это действительно будет работать. Если мы сделаем потом fullcount, выведем в, допустим, консоль log, то всё без проблем. Всё будет отлично. Поехали дальше. У данного недостатка есть данного подхода, который, если this использовать, как ссылка на саму функцию, которая исполняется. У этого есть и плюсы, но такой способ не работает. И из-за этого появляются минусы. Мы не можем сделать указатель на саму себя. Указатель на функцию, которая сейчас работает. Вот, к примеру, у нас с этой amount, у нас здесь анонимная функция. И мы никак не можем получить ссылку на ту функцию, которая сейчас работает, если функция анонимная. К сожалению, этого мы сделать не можем. Да, вот. Возможно, некоторые вспомнят, что у нас есть такая вот вещь, как arguments kelly. Это такая вещь, которая ссылается на саму функцию, которая сейчас исполняется. Так вот, эта вещь, она не стандартизирована. Она работает не во всех браузерах. И в строгом режиме ECMAScript 5 она вообще запрещена. Её использовать нельзя. Поэтому вот один способ есть, но он работает далеко не везде. И вообще он как бы не рекомендован и запрещенный в строгом режиме. Поэтому легальных способов нет. Так, расставим все точки на «ты». Мы рассмотрели множество примеров, как «this» не работает вообще. И нашли множество способов, как обойтись без него. То есть, какие-то примеры мы нашли, что они не работают. И мы поняли, как их можно решить другими методами, другими способами. Давайте в следующих слайдах рассмотрим, как же можно вообще понять, какой будет «this» внутри функции. То есть, какой будет у нас контекст внутри функции при его исполнении. И почему же использование «this» идёт к написанию наиболее чистого кода. Чистого и переиспользуемого кода. Поехали. Ну, для того, чтобы это понять, в самом начале нам нужно понять две важные вещи. Что такое «callStack» и что такое «callSite». «callStack» — это стэк вызова функции. То есть, это как функции одна за другой вызывались. И сколько они проработали. А «callSite» — это именно то место в коде, где функция вызвалась. И вот надо очень... Обязательно надо понять, что такое «callSite». Потому что это очень важно для понимания «this» в итоге. Вот это наш «callStack». Пример. У нас здесь есть... Давайте рассмотрим вот эту диаграмму как координатную плоскость. То есть, здесь у нас по «x» — это время. По «y» — у нас функции, которые выполнялись. Каждый блок — это какая-то определенная функция. И чем выше, тем больше вложенность функции при выполнении. Вот это называется «callStack». То есть, стэк вызова в функциях. Как функции выполнялись, в каком порядке и сколько они времени заняли. А «callSite» — это место, где функция была вызвана. Вот, к примеру, у нас три функции. Функция «bass», функция «bar» и функция «foo». Три функции. Мы вызываем функцию «bass» вот здесь вот в самом низу. В самом начале вызываем функцию «bass». Вот она наша функция «bass». Так вот, «callSite», то есть место вызова для «bass», вот она. Вот здесь вот. Вот это «callSite» — «bass». Это важно понять. Когда мы зашли в «bass», мы вызвали «bass». Так вот, вот в этом месте, вот в этом месте находится «callSite» для «bass». Вот здесь вот, вот этой функции «bar». Вот он, где «callSite» находится. И зашли в «bass», вызвали «foo». И вот здесь вот «callSite» для «foo». То есть если бы «bass» вызывалась и вот здесь, и вот здесь, и вот здесь, там в трех местах, к примеру, «bass» вызывалась, то, соответственно, у «bass» было бы три места, где она вызывается, и три «callSite». И для каждого своего «callSite» мы бы заново просчитывали контекст исполнения, заново просчитывали «this». Это важно понять. Ну, надеюсь, вы поняли, что такое «callSite». Если не поняли, просто напишите в чате, я объясню без проблем. Так вот, каковы правила формирования контекста исполнения? Правила формирования «this». Надо придерживаться всего лишь четырем правилам для того, чтобы понять, какой «this» будет внутри функции при исполнении. Первое правило – это «default binding». Это самое простое правило, и оно работает всегда, когда другие не работают. Связывание по умолчанию. Implistic binding – скрытое связывание. Xplit binding – явное связывание. New binding – связывание при создании объекта. Сейчас мы по порядку все это дело рассмотрим, и как это работает, и почему это все так. Самое первое – «default binding» – связывание по умолчанию. Это самая распространенная вещь. Вообще, самый распространенный вызов функций, и самый распространенный binding – это «default binding». Данное правило работает всегда, когда не подходят другие правила. То есть, если вы другие правила применить не можете по логике, то это «default binding». Как бы логично. Где у нас здесь понятие, что «default binding»? Вот у нас есть функция «foo». Она внутри у себя выводит «thisA». У нас здесь глобальный объект «a». И мы вызываем «foo». И нам самое главное посмотреть «call site». Вы не забыли, что еще такое «call site»? Это место вызова функции. То есть, мы смотрим на «call site». Вот на это место. И здесь надо из этого сделать вывод, что это «default binding». Потому что функция вызывается просто по имени. То есть, стоит имя функции и какие-то аргументы. В данном случае мы аргументы не передаем вообще. И что же у нас происходит? Когда мы вызываем функцию «foo» без названия функции и скобочки, то есть вызов функции, у нас работает «default binding». При «default binding», запомните, здесь как бы нет логического объяснения, просто это так работает. При «default binding» всегда «this» внутри функции указывает на глобальный объект. Я надеюсь, вы это поняли. То есть, глобальный объект в браузере у нас это объект «windows». У нас все эти вещи, то есть, все функции вот это, это переменные, и вызов функции располагается в глобальной области видимости, в глобальном пространстве. При вызове «foo» мы вызываем «foo», с «default binding» мы получаем «this» внутри с ссылкой на глобальный объект, то есть ссылка на «window». А вот переменная «a» у нас хранится в «window». Получается, здесь мы получаем ссылку вот на вот эту переменную. Всем привет! Мофа, привет! Кто-то что-то не понял, я могу повторить, объяснить. Пишите в чате, а то вы молчите. Ну ладно, я надеюсь, что вы все поняли, если что-то напишите. То есть, «default binding» у нас «this» внутри указывает на глобальный объект. Вот, «this» в данном случае является ссылкой на глобальный объект. И в данном случае «foo» выведет двойку, потому что «this» — это то же самое практически, как «window» — «a», а «a» — это у нас вот эта переменная. Она равна двум. Все понятно. Отлично. В нашем примере функция «foo» вызвана самым обычным способом, то есть «foo» и скобочки. Поэтому «foo» внутри нее будет являться ссылка на глобальный объект. Это относится вообще ко всем окружениям абсолютно. То есть, неважно, в ноде вы запускаете или в браузере, к примеру. Так работает. Это относится ко всем функциям, вызванным подобным образом. Неважно. Вне зависимости от того, в каком лексикл-скоб они определены. Вот это важно очень понять. То есть, мы здесь получили ссылку на глобальный объект не потому, что у нас функция вызывается или функция определяется в глобальном объекте. Это может быть очень большая вложенность. Где-то в других функциях все это определено, в других функциях вызвано. Это абсолютно ничего не меняет. Это неважно. Важно только так, как вызывается функция. Функция вызывается с «default binding», значит у нас «this» указывает на глобальный объект. То есть, на Windows. Вот. И здесь написано «зависит от лексикл-скоб». От нашего лексикл-скоб. Если вы не понимаете, что такое лексикл-скоб, вернитесь на предыдущую лекцию, найдете на ютубе. Вот. Важно только то, как мы вызываем функцию. То есть, только call-site важен. И ничего больше другого. Default binding и strict mod. Если вы используете строгий режим ES5, то Default binding работает немножко по-другому. В этом случае «this» будет равен undefined. Если сама функция в нашем примере, функция «foo», либо из каких-то родительских функций, или вообще глобальное пространство, определена как в строгом режиме, в строгом режиме ECMAScript 5-й версии, то данная конструкция уже не сработает. Потому что «this» будет указывать не на глобальный объект, а на undefined. Это второе, то, что нужно запомнить по поводу Default binding. Здравствуй, арты от Марты. Начали 26 минут назад. Надеюсь, вы поняли. Первое. Default binding — «this» указывает на глобальный объект. Второе. Если строгий режим, то «this» указывает... Не указывает, а «this» равен undefined. И поэтому в данном случае у нас будет Type Error. Не могу прочитать свойства «a» у undefined. Потому что «this» у нас undefined. Чуть-чуть переделаем наш пример, и теперь у нас вообще вся Global является в строгом режиме. То есть все наше пространство в строгом режиме, и все находится в строгом режиме. То же самое, ничего не меняется, потому что строгий режим распространяется на все вложенные сколпы. И функция Full у нас тоже получается в строгом режиме. Поэтому мы также получаем эту ошибку. А вот так вот будет работать. Если вы помните, из прошлой лекции мы разбирали, что вот это за функция. Вот такая вот функция в скобочках, она еще сама себя вызвала. Это немедленно вызывающиеся функции выражения. Самые вызывающиеся функции выражения. Еще можно по-другому это назвать. Как правильная инструкция в U-Strick писать в замыкании? В замыкании весь скрипт обертывать? Ох, какой сложный вопрос. Давай я тебе потом после лекции поговорим на этот счет. Запомни его. А сейчас мы просто займемся контекстом исполнения. Да, на примере у нас весь глобальный скоп не в строгом режиме. А только вот эта вот наша функция, одна наша функция в строгом режиме. И здесь мы вызываем функцию foo. Но не важно, где мы вызываем функцию foo. Здесь важно, где определена. Если функция определена не в строгом режиме, то this будет указывать на глобальный объект. А если в строгом, то undefined. Поэтому здесь у нас все будет работать хорошо, потому что не важно, какой там был режим, когда мы вызывали функцию. Важно только, какой был режим, где мы определяли. Я надеюсь, вы это поняли. Второй метод связывания. С default binding мы все покончили. Больше на этом default binding никак не меняется. Следующее связывание называется скрытое связывание. Это когда объект связывается с функцией. И мы получаем как будто вызов функции, не явно связанный с каким-то объектом. Вот у нас, к примеру, та же функция. Ничем она не поменялась. Наша функция foo. Но мы добавили один объект. Объект с одним полем a равен 2. И foo. Поле foo, которое указывает на нашу функцию. То есть мы берем просто и ссылку сохраняем в нашем объекте. Сейчас сложно. Почему this вычисляется в момент aftertime, а не в call site? Не понял пример с iife. Давай вернемся. Вот смотри. This вычисляется в момент вызова функции. Вот только момент вызова функции важен. Но здесь главное запомнить, я вот говорил, default binding он нелогичный. Он реально нелогичный. Надо запомнить три вещи. Первая вещь. Это this внутри будет указывать на глобальный объект. В строгом режиме. Если строгий режим, то она указывает на undefined. То есть this будет равен undefined. И важно, третий момент, то что default binding это просто название функции и вызов. То есть нам не важно, где функция вызывается в плане режима useStrict, в плане строгого режима. Важно только, определена ли она в строгом режиме или нет. Вот это просто надо запомнить. Запомни это. Насчет default binding здесь нелогично. Здесь просто надо запомнить, серьезно говорю. Важно насчет useStrict, важно где определенная функция. Насчет всего остального, важно где она вызывается. Важно где вызывается еще насчет всех биндингов. Это относится ко всем биндингам. Поехали. ImplicityBinning, скрытое связывание. Вот у нас есть функция foo. Есть объект. В нашем объекте два поля. Поле a равное 2, и поле foo равное ссылке на нашу функцию. Мы просто взяли ссылку, сохранили на нашу функцию. Далее что мы делаем? Вызываем функцию foo вот таким образом. Если мы вызываем функцию foo вот таким вот образом, то есть имя объекта, точка, имя функции, то у нас автоматически работает ImplicityBinning, то есть скрытое связывание. Это значит, нам нужно высчитывать this по другим правилам. В данном случае, когда работает скрытое связывание, this внутри нашей функции будет указывать на тот объект, который стоит перед функцией. Это важно понять. Именно вот то, что стоит вот здесь, нигде я сохранил. Вот нигде я сохранил, а то, что стоит вот здесь. И по мере выполнения вашего JavaScript кода, это все дело может очень сильно меняться. Ссылки переприсваиваются там к другим объектам. И не важно, что будет происходить. Самое важное это то, посмотреть, где вызывается функция и как она вызывается. Мы увидели то, что здесь у нас объект, точка foo. Значит, this внутри нашей функции будет указывать вот на этот самый объект, который стоит перед точкой. Все. Все остальное не важно. Забейте. Все остальное, правда, не важно. В данном случае у нас выведется 2, потому что мы вводим поле a, а поле a у объекта равно 2. Все просто на самом-то деле. Вот foo определена вне объекта. Потом свойство foo объекта object мы присвоили нашу функцию. И вызвали foo, сохраненную в нашем объекте. Второй пример. Теперь у нас есть чуть-чуть посложнее. Мы чуть его усложним. У нас есть наша функция, наш объект 2, где сохранена наша функция. Здесь у нас a равно 42. И наш объект 1, в котором сохранен объект 2. То есть у нас такая вот цепочка получилась. И мы вызываем объект 1, точка объект 2, точка foo. При вложенности объектов один в другой, вот при таком раскладе, важна только самая последняя часть. То есть все вот это мы отбрасываем. Важно только лишь вот это. То есть в данный момент, при вызове функции foo, у нас this внутри функции будет указывать на тот объект, который стоит перед точкой. То есть вот на object 2. Все легко и просто. То есть ответ будет равен 42. Но выводим this a, а у объекта 2 у нас a равно 42. Все логично, все понятно здесь. Здесь логика работает в отличие от default binding. Поехали дальше. Есть такое понятие как implisity lost. То есть потеря связывания с объектом. Это как в прошлом примере. Мы также создали функцию, создали объект. Вот здесь вот ее присвоили функцию объекту. А здесь сделали по-хитрому. Создали новую переменную и функцию foo из объекта, наоборот, вытащили. Теперь у нас есть сама функция foo. У нас здесь функция foo, которая сохранена ссылкой в объекте. И у нас есть еще bar, который является ссылкой на нашу функцию foo. И на самом деле нам не важно, что произошло. Нам не важно, как, там, где, что пересохранилось, какая последовательность произошла. Но, как всегда, нам важно, как и где вызывается наша функция. Для начала мы создадим просто для примера, вы узнаете, зачем, глобальную переменную upsGlobal. Просто строчку. И вызываем нашу функцию bar. Вот она наша функция bar. Она вводит upsGlobal. Нашу переменную глобальную. Почему? Потому что мы вызвали bar с default binding. И не важно, что она прошла вот этот вот весь путь, вот этот вот путь. И вот она, наша функция foo. Не важно, какой путь она все это прошла. Самое важное, как мы вызвали функцию. То есть мы вызвали функцию таким образом. Это у нас default binding. А default binding идет у нас к тому, что this ссылается на глобальный объект. Все понятно. И это называют implicitly lost. То есть мы потеряли связывание. Сначала связали с объектом, а потом отвязали от объекта. Ну, это такое, скажем... Здесь не происходит прямого связывания, прямой отвязки. Это просто вот так выражается. Вот пример у нас setTimeout. Мы взяли нашу функцию foo, поместили в setTimeout. То есть сказали, что через 100 миллисекунд вызовись. И мы как бы здесь поместили object foo. Все вроде нормально, да? Object foo. Но у нас вывелась глобальная переменная. Oops global. Не двойка из объекта. То есть не сработал имплисити биндинг. А oops global вывелся. Как будто у нас сработал default binding. Всем понятно все? Что 42? 42? Что 42? Или вы это прикалываетесь? Я надеюсь, что понятно. Если что, пишите. Почему же у нас вывелся oops global в данном случае? Мы же вроде бы как передали object.foo. Вроде бы все нормально. Но давайте немножко заглянем внутрь функции setTimeout и примерно подумаем, как она работает. Приблизительная кода send. Да, все понятно. Отлично. Примерно подумаем приблизительно, как должна работать setTimeout. Просто представим. Вот наша функция setTimeout. Она получает первым аргументом нашу функцию. Вторым аргументом delay. Delay нашу задержку. Насколько нам нужно подождать перед исполнением. Вот здесь какой-то код, который ожидает определенное количество миллисекунд, которые мы передали. А вот здесь уже выполняется наша функция. И вот он наш call site для нашей функции, которую мы передали. Наш call site, как вы видите, default binding. То есть this внутри ссылается на глобальный объект. И поэтому у нас в прошлом примере вот здесь вот выявилось oopsGlobal. Потому что на самом деле у нас не вызывается object.fu. Мы внутри самого setTimeout потеряли связанность. И теперь у нас вызывается именно функция с default binding. Я надеюсь, все ясно. Третье правило. Это explicit binding. Явное связывание. Для того, чтобы изменить привязку объекта к X, можно использовать две функции. Это call и apply. Данные методы. Это вообще метод объекта. Если чуть-чуть расширено нам... Так, Дмитрий пишет. А если так, setTimeout... А, вот к этому мы вернемся, к стрелочным функциям. Подожди немножко. Стрелочные функции мы объясним попозже. Если мы чуть-чуть расширим наше познание насчет функций, то функции на самом деле это объекты. Вообще практически все в JavaScript является объектами. За исключением нескольких простых типов. Но об этом мы сегодня поговорим попозже. Так вот, функции это объекты. И у этих объектов есть еще другие свойства. По мере того, что они просто могут выполняться, у них есть другие свойства. И два свойства. Это первое свойство call. И второе свойство это apply. То есть свойства нашего объекта. Это... Естественно, это функции. Здесь уже написано. И написано даже, как применять их. Так вот, в чем особенность данных функций? Они выполняют данную функцию. То есть функция apply выполняет функцию, в которой она применена. И первым параметром можно указать контекст исполнения. То есть передать объект, который при выполнении внутри будет ссылаться на this. То есть мы выполняем функцию вот таким вот образом. Object передаем, какой мы хотим. Любой объект, абсолютно любой объект. И внутри исполнения этой функции this будет указывать на объект. И то же самое call. Вот абсолютно одинаковые. Это функции абсолютно одинаковые для нашего случая, для нашей нужды. Они отличны только в том, что здесь последующие параметры у них передаются по-другому. Но это для нас не важно. Давайте всем счастливо, кто уходит. Всем привет, кто приходит. Лямбды. Про стрелочные функции мы поговорим. Там особый разговор. И это интересная тема. Очень маленькая, но интересная. Надеюсь, вы поняли. Call и Apply выполняют наши функции, к которым они применены. Первым параметром можно передать объект внутри. При выполнении функции ссылка this будет указывать ссылаться на этот объект, который мы передали. Все очень просто. У меня еще по прошлому вопрос. Что если вызвать setTimeout, object1, object2, objectFoo? Ничего не изменится. Будет default binding. Все так же. То есть не важно что. Важен только callSite. То есть как мы вызвали функцию. И функция все равно будет вызвана вот таким вот образом. Все равно будет default binding. И ничего не изменится. Абсолютно. Так, про call и apply, я думаю, все поняли. Так вот, пример. Explicit binding. У нас есть функция full, какая-то глобальная переменная global, глобальный объект со свойством a равно 2. И мы вызываем функции full call object и full apply object. Оба выведут двойки. Почему я взял здесь два разных примера? Потому что показать то, что разницы никакой между этими функциями нету. Вот именно в данном примере. Разница только в последующих. То есть в последующих аргументах. Чтобы вы поняли, для чего последующие аргументы. Если мы вот здесь вот укажем еще какие-то аргументы, то они потом передадутся при выполнении в эту функцию. И, как сказано из прошлого слайда, apply имеет только один аргумент. Но это массив. И данный массив передастся не одним массивом, а множеством параметров. То есть массив разберется на параметры и передастся в эту функцию. А call имеет другое количество параметров. Параметры здесь бесконечные. Хоть сколько мы можем пихать этих параметров. Но каждый этот параметр, начиная со второго параметра 1, то это параметр 2, они все передадутся в функцию. Я надеюсь вам понятно, в чем разница между call и apply. Но для наших примеров это абсолютно сейчас не важно. Мы сейчас вызываем функцию foo. Нет, точнее не вызываем функцию foo. Мы вызываем функцию call у объекта foo. И передаем в качестве первого параметра наш объект. Функция call внутри себя вызовет нашу функцию foo. И вот именно на этот вызов, именно вот только на данный вызов функции foo, у нас this внутри будет себя указывать на этот объект, который мы передали. И вот это называется explicity binding. На практике часто apply используется. В разных примерах нужно либо apply, либо call. Но используется достаточно часто. И мы вот буквально через слайд, через два, один пример разберем, где это реально используется. И очень много где. Или мы просто вызовем две функции просто так. То есть функция object и функция object. Так как у нас функция foo ничего не применяет, здесь работает наш default binding. И this указывает на глобальный объект. И выводится наш глобальный, глобальный переменный a. Ну, а здесь тут все понятно. Трюк. Есть один трюк при использовании explicity binding. Его еще называют hard binding. Давайте сделаем небольшой пример с использованием hard binding. Вот у нас есть функция foo, которая выводит... Ну, все та же функция, просто я ее немножко в одну строчку написал. У нас есть объект наш. Все тот же объект. Что мы делаем? Мы объявляем новую функцию bar, внутри которой она вызывает функцию foo через explicity binding. И передает ей object. Вот такая вот функция bar. Теперь мы вызываем просто bar. Bar вызываем через default binding. И нам вводится двойка. Теперь мы сделаем setTimeoutBar. Нам вводится двойка. И мы bar вызываем насильно, его вызываем через explicity binding и насильно передаем ему в качестве контекста выполнения объекта window. Все равно вводится двойка. То есть мы жестко привязали наш вызов функции к объекту. И теперь неважно, как мы вызовем нашу функцию bar, какими способами бы мы ее не вызывали. Так. У меня стрим упал. Алло. Раз, раз, раз. Или все? Все здесь. Все нормально? Стрим упал? Вернулся? Я не знаю просто. Напишите плюсик, если стрим вернулся. Да, ненадолго. Все вернулись. Да, отлично. Все, поехали дальше. Наш hardbinding. Давайте немножко... Чтобы записи было все в порядке. Отлично. Так вот, наш hardbinding. Давайте немножко вернемся назад. Есть ли бар перед скобками написать? Что? В смысле, есть ли бар перед скобками написать? Не понял. Я тебя не понял, серьезно. Перед какими скобками? Где? То есть смотрите. Неважно, как у нас бар будет выполняться. То есть мы выполнили его по дефолт-биндинг. Вот здесь через set-amount explicit-биндинг тоже сделали. И передали насильно в window. Я все равно не понимаю, девелопер 2001, что ты от меня хочешь? Вот серьезно. Это не изменит тот факт, что full call у нас вызывается с explicit-биндинг. На ютубе потом можешь найти. Да, будет. Так вот. Почему при различном использовании, при различном вызове нашего бар мы все равно получаем двойку? Потому что на самом деле здесь меняется контекст исполнения. Вот здесь меняется, вот здесь меняется контекст исполнения. Но меняется контекст исполнения для функции bar. Но никак не для функции foo. Внутри функции bar мы вызываем функцию foo с explicit-биндинг. И передаем ей object. И поэтому нам не важно, какой сейчас контекст исполнения функции bar. Нам только важно, как у нас функция foo выполнилась. И поэтому call-сайт для функции foo находится вот здесь. И нам не нужно смотреть вот на эти вещи. Нам нужно смотреть вот сюда. И foo у нас вызывается через explicit-биндинг и передается object. И поэтому во всех вот этих примерах выведется двойка. Никаковой ссылки на глобальный объект вот здесь вот не произойдет. Привет, goodGuard! Hard-биндинг. Более полезный пример. У нас есть функция. Функция foo, в которой здесь есть something, когда дается что-то. И внутри возвращается thisA плюс наша переменная что-то. У нас есть объект. Дальше. Мы определяем функцию примерно такую же, как в прошлый раз. Только теперь мы передаем второй аргумент в нашу функцию apply. Это параметр, второй параметр, точнее. Передаем нашу функцию apply. Параметр arguments. Это такая специальная переменная, которая определяется при каждом вызове функции. И arguments равен... Это вообще массив, который равен всем переданным параметрам в нашу функцию. К примеру, мы передаем в bar, вызываем bar с параметром тройка. У нас здесь появляется тройка. Но мы ее явно не указали, но она есть в нашем массиве arguments. И теперь мы вызываем нашу функцию full с нашим объектом, то есть в качестве контекста исполнения будет наш объект и придаем все аргументы, которые мы передали в функции bar. Все аргументы, которые вызываем, передали в функции bar. Поэтому наша функция full выполнится с контекстом object. То есть object будет... this будет указывать на object и something будет то, что мы передали вот сюда в bar. Надеюсь, вам понятно. Теперь мы выполняем функцию bar и возвращается нам какое-то значение. Смотрим, это у нас пятерка. Почему у нас пятерка? Мы передали тройку как параметр. Этот параметр пришел вот сюда. Вот сюда. Далее. Этот параметр ушел как аргументы к функции full. Он появился в something и something плюс this are. А this у нас указывало на наш объект, потому что мы забиндили. То есть здесь произошел explicit binding, у нас this указывает вот на этот object, а равно у нас двум, something мы только что передали, он равен трем, 2 плюс 3 равно 5, и b выводим равно 5. Я надеюсь, все понятно. Все всем понятно. Если кому-то что-то непонятно, то пишите. Hardbinding создаем helper. То есть это такой пример жесткого хардбиндинга, когда мы просто взяли и создали функцию. И эта функция для одного использования. То есть мы создали функцию bar, которая вызывает функцию full. Но нам нужно что-то более универсальное. Function нет параметра. Вот здесь нет параметра. Да, я знаю, что нет параметра. Но все равно мы можем вызывать функцию передавая параметры. Просто-напросто, когда мы не пишем параметры, они все равно передаются. Но они не присваиваются никакому формальному параметру. Они передаются в качестве аргумент. То есть у нас есть при вызове каждой функции у нас заполняется массив arguments. Этот массив arguments можно... Вот любую функцию вы напишите эту функцию вызовите и посмотрите какой там аргумент у этой функции внутри. И вы увидите, что arguments это массив. И в этом массиве содержатся все параметры, которые мы передали данной функции. Даже если мы сюда не написали ни одного параметра. Если вы протестируете, то это будет. Аргумент содержит в себе все параметры, которые мы передали нашей функции. Даже если мы их не писали. Поэтому бар при вызове на самом деле вот здесь в arguments будет содержать троечку. Понятно? Хардбинник создаем хелпер. То есть, чтобы наш пример предыдущий был более полезным, мы должны создать какой-то хелпер, чтобы он помогал нам в разных ситуациях. Поэтому мы создаем хелпербинт. Хелпербинт что будет делать? Он принимает функцию и принимает объект. И мы должны забиндить через хардбиндинг нашу функцию вот к этому объекту. Что происходит? Так. А можно передать функцию первым аргументом объект объект объект? И потом сделать this объект? О, ничего себе, ты какой наркоман. Я не знаю на самом деле что получится из этого. Это нужно тестировать. GoodGuard. Интересный у тебя вопрос. Я не пробовал такое, правда. Что делает наша функция бинт? Она возвращает нашу новую функцию. Это наша новая захардкоженная функция, у которой старая функция будет биниться через метод apply к какому-то объекту. К нашему новому объекту. То есть привяжется контекст исполнения. И при этом еще будет использоваться arguments для того, чтобы наша функция не потеряла аргументы. Как нам это можно использовать? У нас есть из прошлого примера все те же функции и тот же объект абсолютно. Мы делаем просто bar равно бинт full object. То есть мы связали нашу full с объектом и теперь при вызове bar у нас будет вызываться функция full приближенная к объекту object. И мы никак не сможем на это повлиять. А почему нет? Уверен, что можно. Возможно, но я надо просто потестировать. И теперь мы выводим bar 3 и выводится пятерка. Все как в прошлом примере. Только теперь мы использовали наш helper. И мы не стали зависеть от какого-то одной реализации. Мы можем передавать абсолютно разные функции, абсолютно разные объекты. Будут возвращаться другие функции, которые будут hardbind. Это такой пример, который используется очень много где. Вот именно вот такая вот биндилка в различных фреймверках. Также в ES5 появился новая функция у объекта function функция bind, которая позволяет делать все то же самое. Это все те же наши объекты. Мы можем использовать просто foo bind и передать в качестве параметра наш объект. то есть у объекта foo вызвать функцию bind и передаем ей объект. Она возвращает новую функцию, которая будет привязана к нашему объекту. То есть это наш предыдущий пример только появился в ES5. Мы можем использовать биндинг вот таким вот образом. Очень легко и просто. И все равно у нас результат не поменялся. для того чтобы это использовать нам нужно понимать где мы это хотим использовать потому что Internet Explorer 8 к примеру не поддерживает но мы без проблем можем пойти на MDN Mozilla Developers Network и посмотреть Polyfill Polyfill там маленький буквально 25 строчек и если мы его вставим на страницу то даже там где нету нашего бинда у Function Prototype он появится то есть не надо будет заботиться об этом абсолютно и последнее правило которое нам нужно учитывать при узнавании контекста исполнения это так называемый new binding это такое правило которое работает при создании нового объекта это четвертое правило последнее правило и чтобы его понять нам нужно переосмыслить некоторое понимание о наследовании о классоаритированных языках если вы писали все время на каком-нибудь там не знаю csharp java либо еще чем-то с классическим понятием классов и наследования то вам придется немного переосмыслить но сегодня мы не будем в это сильно влезать нам нужно понять только некоторую роль что в java скрипте нету так так как называемых классов как в других стандартных всеми нами известных языках там допустим c++ это совсем другая вещь и создание экземпляра класса это тоже совершенно другая вещь у нас в java скрипте есть функции самые обычные функции и эти самые обычные функции выполняют роль класса то есть при вызове функции с оператором new перед ней мы получаем конструктор который ворачивает нам новый объект но чтобы понять как это происходит нам нужно немножко углубиться что такое конструктор в JS это самая обычная функция которая просто должна быть вызвана с оператором new перед ней то есть функция ничем не отличается абсолютно от других нам не нужно как-то по-другому к ней относиться или по-другому синтакси использовать нет ничего просто вызывать функцию с оператором new перед ней такое исполнение функции называется вызовом конструктора вот как работает конструктор когда вызывается конструктор то есть когда мы вызываем функцию с оператором new перед ней автоматически выполняются некоторые действия первое действие Это на лету, в фоне, где-то там в недрах ядра, в недрах движка JavaScript создается новый объект. То есть мы сами непосредственно создавать его не должны. Он создается сразу же, как только мы вызвали нашу функцию с оператором new. Второе. Прототип функции конструктора становится прототипом функции нового, вновь созданного объекта. Если вы не поняли, что я сейчас говорю, вообще ничего страшного. Поэтому нам это не нужно. Мы разберем в следующий раз, что это такое и как это вообще, как это понимать, к чему это относится. Но просто, чтобы немножко разъяснить, вот у нас есть прототип, у нас есть прототип, и вновь созданный объект, у него тоже есть прототип. Так вот, эти оба прототипа, это и есть один и тот же объект. Если вы не поняли, о чем сейчас речь, вообще, неважно, следующая лекция, которая, не знаю, когда будет, она будет прям полностью посвящена этому, только этому. И будет очень сильно все разжевываться, что такое прототипы и прототипное наследование. Так вот, если вы не поняли про второй пункт, вообще пофигу, сегодня он вам не понадобится. Третье. Этот же объект становится this для вызова данного конструктора. То есть, контекст исполнения именно вот на данный вызов становится вновь созданный объект, который создался на первом этапе. И четвертое. Такая функция, которая вызвалась с оператором new, она автоматически вернет вот этот вот вновь созданный объект. Вот это нужно понимать. Четыре. Четыре пункта. Второй пункт, допустим, давайте мы второй пункт выбросим, потому что сегодня он нам не нужен, и понимание его не сильно важно. Три пункта у нас. На лету создается новый объект. Этот объект становится контекстом исполнения для данной функции, вот именно вот в данный момент. Если в следующий момент вызвать эту же функцию, то там будет другой контекст. Вот именно на данный вызов. И функция автоматически вернет этот самый объект. Даже если мы ничего не будем возвращать, данная функция все равно вернет при исполнении вновь созданный объект. Пример. Вот наша функция full. Мы здесь сделали this, a, присвоить a. Вызываем наш конструктор. То есть, нашу функцию full используем как конструктор. Пишем перед ней слово new. И функцию full передаем параметр 2. Вот этот параметр 2 станет вот этой вот a. Что у нас происходит? На лету создается новый объект. Где-то там в недрах создался. Этот же объект становится this для вызова данного конструктора. То есть, внутри какой-то объект создался. И теперь this указывает на этот объект. Вновь созданный объект. Запомнили. И мы создали нового свойства у этого объекта. Свойства a. И присвоили, в данный момент присвоили двойку этому свойству. Все, теперь у нас есть внутри, на данный момент внутри у нас есть объект, у которого есть свойство a равное двум. И последнее. Функция вызвана с оператором new автоматически вернет вновь созданный объект в конце исполнения. То есть, когда у нас функция закончится, она вернет вот это вот this. Вернет объект. И bar как раз будет являться вот этим вот объектом. Все. Все просто. Console.log.bar.a выведет нам как раз вот эту вот двойку, которая сохранилась. Я надеюсь, понятно. Давайте рассмотрим теперь по приоритетам. Если мы будем использовать сразу же несколько правил в одном месте, в одном call site, то что же будет иметь наиболее высший, наиболее низший приоритет? Как они вообще дружат друг с другом? Как я уже говорил давным-давно и не раз, дефолт биндинг имеет самый низкий приоритет. Его нужно... он будет исполняться тогда, когда ничего другого не работает. Второе. Наши эксплисити биндинг, когда наши функции call и apply, они выше по приоритету, чем имплисити биндинг, чем вот такой вот вызов. Это будет выше по приоритету. Дальше. NewBinding выше по приоритету, чем вот такой вот биндинг. И наши функции call и apply не могут сочетаться вместе с newbinding никак. Сейчас мы немножко рассмотрим поподробнее. Второе, ты ссылается на тот же объект, что я первый? Нет. Второе, ты уже будет ссылаться на совершенно другой же объект. На совершенно другой объект. Анти, я понял твой вопрос. Но второе, ты не будет ссылаться на тот объект, который мы создали с new. Он будет ссылаться на другой объект. И на какой объект это поймешь только тогда, когда ты вызовешь эту самую функцию. А вызовешь ты ее, когда вызовешь поле... То есть вызовешь функцию x у твоего объекта. Ну то есть, нужно сначала вызвать, чтобы понять. Сейчас непонятно, на что она будет ссылаться. Но не на тот же объект. Но возможно на тот же, смотря все от того, как ты вызовешь. Может быть ты специально передашь тот же объект. Такое тоже может быть. Так вот, explicitibinding сильнее implicitibinding. Что это значит? Наша функция, два наших объекта. Мы вызываем object1Full и object2Full. У нас выводится 2 и 3. Соответственно, все правильно. Object1 это 2, object2 это 3. У нас object1 вызывался 2, object2 вызывался 3. Но если мы применим вот такую вот запись, object1Full, call, то будет работать именно call. То есть мы передаем и call сильнее по приоритету, чем наш implicitibinding. Это нужно понимать. Теперь все вместе. Наша функция foo, объект1, объект2. Мы вызываем object1Full. Почему мы перевели двойку? Потому что двойка наша сохраняется в объекте, будет сохраняться в объекте как поле А. И вот у нас в объекте 1 появилось поле А. Мы это увидели. Все, в принципе, понятно. Как мне лучше вызвать foo? Что? Ты о чем? Второй пример. Object1Full. Call object2.3. Теперь в object2 у нас появилось новое поле А, которое равен 3. Но object1 при этом не поменялся. Он все еще равен 2 на самом деле. И не важно, потому что вот такой биндинг сильнее, чем вот такой биндинг. И еще одна. Мы вызываем object1Full с new. То есть мы применяем new биндинг. Создается новый объект, возвращается. И вот здесь вот object1А у нас никак не поменялся абсолютно. То есть он все равно остался равен 2. Но при этом создался новый объект, bar, у которого А равно 4. Все эти правила просто вместе стоят, перемешаны. Чтобы вы понимали, у кого приоритет больше, у кого приоритет меньше. Дальше. Если при x-plus и биндинг мы передаем null или undefined как контекст исполнения, то call и apply это проигнорируют. И в данный момент при данном исполнении будет выполнена функция с правилами default биндинг. То есть foo call null. Как бы мы передали контекст исполнения. Все нормально. Но this указывает на undefined. И все то же самое, если мы будем использовать вместо null undefined. This тоже будет указывать на undefined. Но на самом деле не на этот undefined, который мы передали. Он просто будет указывать на undefined, потому что это default биндинг. Который мы недавно разбирали. Lexical this и стрелочные функции. Это такая отдельная... Стрим упал? Алло, раз, раз. Все, все норм. Ожил. Lexical this и стрелочные функции. Это отдельная вещь, которую нужно тоже отдельно рассмотреть. Что такого интересно в стрелочных функциях? При использовании стрелочных функций из ECMAScript 6. Привязка this не подчиняется ни одному нашему правилу. Кто все это придумал? Ну, это ECMAScript. Стрим остановился через пару секунд. Норм. Все окей. Так, если вы что-то пропустили, говорите. Если вдруг какая-то вещь потеряна... Да, если совсем упадет, то сообщайте. Если вы что-то пропустили важное, то тоже сообщайте. Я вернусь и расскажу. Так вот, при использовании стрелочных функций из ECMAScript 6 мы вообще не должны рассматривать наши 4 правила. Потому что стрелочные функции этим правилам абсолютно не подчиняются. Вместо этого this будет взят из родительского lexical scope. Что такое lexical scope мы рассматривали на прошлом уроке. Вы можете найти на ютубе. В двух словах это scope родительской функции. Но если родительской функции нет, то по альбому есть global scope. 100%. Поэтому this берется именно из родительского lexical scope. Давайте посмотрим. Пример. Вот у нас есть функция foo. Эта функция foo ворачивает нам новую функцию. Вот это у нас синтакс из стрелочных функций. Если кто не знает, то это то же самое, что и просто такая запись. Они ничем не отличаются. Вот здесь вот передаются параметры. А у функции вот здесь тоже передаются параметры. Только вот здесь вот странная стрелочка стоит. Которая еще непривычна и не все ей пользуются и так далее. А так они ничем не отличаются. За исключением одной маленькой тонкости. This здесь совершенно по-другому себя ведет. Как я уже сказал. Define тоже не будет проигнорирован. Проверил. Ты о чем проигнорировал? Проигнорирован не будет. Я наверное потерял уже нить. Так вот. This в стрелочных функциях всегда равен тому this, который у родительского скоупа. То есть нам нужно посмотреть, чтобы понять, какой будет this в стрелочной функции, нам нужно посмотреть на родительскую функцию. И только... Только такой this и будет. И здесь самое важное это lexical scope. Потому что здесь важно, где функция была написана, где функция определена. Если функция, вот эта наша функция, определена в функции foo, то this будет всегда указывать на тот this, который у функции foo. Давайте мы это сделаем. Кстати, если убрать стрелочку, вот эту стрелочку убрать, но не будет. На то они стрелочные функции. Такой у них синтаксис. В стрикмоде bind не игнорирует undefined и null и bindит к ним. А, то есть он bindит прям null и bindит прям undefined. То есть мы можем внутри получить null, ссылку на null. Нет, мы можем получить ссылку на undefined. Ну то есть все нормально пройдет. Ругаться он не будет. Это нормально, то есть то, что он не ругается. Просто внутри мы получим ссылку на undefined. Просто это будет undefined. This указывает на undefined будет. Так вот. Главное понять то, что this указывает на foo. Вот у нас есть функция foo, которая возвращает нашу функцию. Новую функцию. Это функция стрелочная. Стрелочная функция, в ней выполняется всего лишь консоль log thisA. У нас есть два объекта, object1 и object2. Что мы делаем дальше? Мы выполняем нашу функцию foo. Вот эту нашу функцию foo. И связываем контекст исполнения с объектом 1. То есть foo call object1. Это наш explicit binding, который мы только что и объясняли. При вызове функции foo, у нее внутри this будет указывать на object1, как мы указали здесь. И наша функция foo вернет новую функцию. Вот мы ее сохранили в bar. Теперь, bar при выполнении, когда мы будем вызывать bar, она будет, так как стрелочная функция, надо следовать правилам стрелочных функций. This будет указывать на тот, который был у родительского скоупа, у родительской функции. Мы вызываем bar, нашу функцию стрелочную bar, и специально задаем контекст исполнения object2. Но это не влияет. У нас выводится 2. У нас выводится object1, а не тройка, object2. То есть мы даже насильно через explicit binding, через функцию call, не можем переопределить контекст исполнения функции bar. Потому что она стрелочная, она не подчиняется ни одному правилу абсолютно. Она следует только одному правилу. This, бери, из-за родительского. Всем понятно? Если кому-то непонятно, пишите. Поехали дальше. Если что, вернете меня. Полезное применение данного приема. К примеру, у нас есть setTimeout. Мы просто берем, пишем стрелочную функцию, и теперь this будет указывать на родительскую. Все, спокойно, вызываем нашу функцию, setTimeout будет указывать на наш объект. Вот это из прошлого примера, здесь все практически из прошлого примера. Все одно и то же. Но очень удобно так биндить. Пишем стрелочную функцию. Здесь this указывает на то, что у нас было в full. И мы можем таким вот образом задать this внутри setTimeout. Очень полезно. На этом первая часть нашей лекции закончилась. И 5 минут перерыва. Сходите, налейте себе чайку. Там, не знаю, обдумайте весь этот материал. Задайте мне какие-то вопросы. Мы подумаем, посидим, поговорим. Продолжение следует...